Заринский кожевинный завод «Русская кожа» Заринский кожевинный завод «Русская кожа» Единственное действующее предприятие за Уралом, которое специализируется на производстве кожи для обуви. Завод построили на Алтайской земле не случайно. Сибирь вмещает в себя четверть сырьевого ресурса страны. Предприятие получило сразу несколько преимуществ, расположившись в Алтайском городе. Близость к сырью, из которого впоследствии получается качественная кожаная обувь и к основным потребителям из Юго-Восточной Азии. Также кожа обладает определенной мягкостью, и только натуральная кожа способна принимать форму тела. То есть, соответственно, как мы покупаем натуральную обувь, что она может сесть по ноге. Обувь, галантереи, авиации, автомобили. Вариантов для кожного производства огромное количество, рассказывают специалисты Заринского кожевиного завода. Но гладкости и четко выраженному рисунку определенной цветовой гамме предшествует работа не одного дня и далеко не одного человека. А начинается все с первичной обработки. После выгрузки сырье попадает на бессолку, барабан находится сзади вас. На бессолке отбивается лишняя соль, грязь, шкура более спадривается. На нее наносится клеймо вот этого завоза пневматическим пистолетом. После этого шкура еще раз перевзвешивается и попадает на сортировочные столы. В сырье шкуры крупного рогатого скота везут в Заринский кожевинный завод со всего Сибирского федерального округа, а также ближнего зарубежья Казахстана. В день цехи обрабатывают от 20 до 24 тонн, работают с кожей предельно оперативно. Срок жизни сырья сутки, а то и меньше. Поэтому сразу за первичной обработкой следует другой этап. А это уже мокрый процесс. Основной этап работы над сырьем. В кожу помещают специальный барабан, некий аналог стиральной машины. Добавляют химию и вымачивают от суток до нескольких дней. Этот этап предельно автоматизирован. Основную работу выполняют операторы ПК. Автоматика подает сигнал оператору, если какие-то есть ошибки, сбои и так далее. Затем смотрит оператор и химикат, если нужно его выдавать, тоже выдает оператор. Но в любом случае там, где могло работать 5 человек, у нас работает 1 человек, допустим. То есть сокращение ручного труда, но здесь очевидно. После вымачивания кожи хромом получается так называемый полуфабрикат. Ведблу, который приобретает шикарные для будущего изделия характеристики. Выдерживает температуру свыше 100 градусов и не садится после кипячения. Кстати, за экологию переживать не стоит. На заводе установлены дорогостоящие очистные сооружения, что предельно минимизирует вредные выбросы в атмосферу. У нас все воздушные массы, которые выходят после производства, они очищаются при помощи скруберных установок. Скруберные установки находятся в этом же помещении. То есть воздух проходит очистку и потом выбрасывается в среду. Вода также полностью очищается. Ну, конечно, не до состояния питьевой, но полностью очищенная уже поступает в бытовую канализацию. Двоильно-ленточная машина позволяет выравнивать кожу до толщины менее 1 мм. В зависимости от потребности покупателя. Сложность процесса в том, что полуфабрикат должен иметь определенную влажность. 53-58 процентов. И если данная влажность будет превышать, допустим, тогда нож, так скажем, он будет плавать по толщине. Шкура становится более эластичная. Соответственно, ножу будет сложнее удерживать заданную толщину двоения. Через каждые 20 пластов кожи машинисты проверяют, соответствует ли шкура заданной толщине. Если есть какие-то отклонения, специалисты исправляют ошибки и отправляют на финальный этап. У нас есть этапы последние. Это то есть разводка. Это там, где мы разводим кожу до определенных размеров. То есть она имеет свойство растягиваться, то есть увеличивается площадь. После чего она переходит на этап – это вакуумная сушка. Это там, где ее тоже так же высушивают до определенной влажности. Готовую кожу отправляют на склад. Она ждет своего покупателя. Преимущественно юго-восточный рынок – Китай, Монголия, Индия. И лишь 30% от всех поставок идет на внутренний рынок. Основные покупатели – это компании, производящие обувь из натуральной кожи. К слову, кожей винозавод, не успев открыться в 2019 году, практически сразу ощутил все тяготы пандемии. Предприятие рассчитано на переработку до 600 тонн сырья в месяц. При этом мы можем выпускать порядка 10 миллионов квадратных дециметров готовой кожи. Сейчас этот год мы прошли на уровне 50% загрузки от проектной мощности. План на следующий год мы должны достигнуть 90% от плановой загрузки предприятия. Пандемия постепенно отходит. Предприятия вновь запускаются. Соответственно, кожевиные заводы начинают производить больше. Наличие кожевиного завода с дешевым сырьем послужит толчком для создания и развития кожевиного кластера в Алтайском крае. Ведь одно рабочее место, созданное на кожевином предприятии, создает дополнительно 50 мест в смешанных отраслях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова